Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Крачева-Черкесия. Главные темы выпуска. Как многодетная мама совмещает работу полицейского и семейные будни и праздники? Репортаж Вестей ко Дню Матери. Туристы уже съезжаются в Донбай и пробуют новые склоны. Горноложный сезон открыт. И насколько курортный поселок готов к потоку туристов? Как купить шубу на выгодных условиях и без переплаты? В Черкесске работает меховая ярмарка «Снежка» из Кирова. Уже год, как мы и столкнулись с коронавирусной инфекцией, многим приходится сдавать тесты на подтверждение диагноза о том, как правильно готовиться к сдаче анализа, рассказал руководитель Республиканского центра медицинской профилактики Энвер Байчуров. Желательно для того, чтобы не получить ложно-отрицательных результатов, за 3-4 часа до проведения тестирования отказаться от потребления пищи, от потребления еды, от курения, не полоскать рот, не чистить зубы, не пользоваться леденцами, не пользоваться жевательной резинкой. То есть все это может привести к смыванию вирусов со слизистых верхних дыхательных путей. В результате мы можем получить ложно-отрицательный результат, как будто у человека нет вирусной инфекции, а на самом деле она есть. Это затрудняет диагностику, самое главное, что мы теряем время. Воспитывать троих детей и служить во благо Отечества вот уже несколько лет. Молодая мама, старший юрисконсульт, вне ведомственной охраны управления Росгвардии по Крачево-Черкесии, Марьяна Иркенова оказывает юридическую помощь сотрудникам и представляет интересы подразделения в судах. О трудовых буднях капитана полиции Алихан Лепшоков в нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии. Добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в нашей регулярной телевизионной рубрике в гостях у Росгвардии. Сегодня мы расскажем о трудовых буднях многодетной мамы капитана полиции Управления вневедомственной охраны Марьяны Иркеновой. Она каждый день оказывает юридическую помощь сотрудникам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Крачево-Черкесии. Быть внимательным ко всему и не допускать никаких ошибок – вот девиз старшего юрисконсультанта Марьяны Иркеновой. Каждый день работа с документами, проведение юридических консультаций, ну и, конечно же, представление интересов подразделения в судах. Быть юристом была моя детская мечта. И я к ней стремительно шла, вспоминает капитан полиции Марьяна Иркенова. Основными направлениями нашей работы являются организационно-правовая работа, нормотворческая деятельность, правовой контроль, судебно-исковая работа и информационно-правовое обеспечение. Мы консультируем наших сотрудников, граждан, уволенных со службы в лесках национальной гвардии, работников наших. Перед представлением на подпись начальнику, все правовые акты, издаваемые в нашем управлении, подлежат проведению правовой экспертизы. К ней обращаются по различным вопросам не только сотрудники, но и бывшие работники. Марьяна Мулидовна отмечает, что именно от профессионализма юриста зависит деятельность любого ведомства. День обычно начинается у нас с планерки. Начальник наш ставит задачу на целый день и начинаем трудиться. Сейчас, в настоящий момент, мы занимаемся перезаключением договоров. С Нового года у нас со всеми объектами будем перезаключать договора. Мы, в принципе, уже это начали делать. Я считаю, что наша работа очень нужна. Не скажу, что она очень сложная, но она нужна, потому что, как я уже ранее говорила, все правовые акты, которые подготавливаются перед представлением на подпись начальнику, они все попадают к нам. Марьяна Иркенова вместе с супругом воспитывает троих детей. У них интернациональная семья. Муж-карачаевец работает в спецподразделении Росгвардии. Анна Черкешенко. Они чтят все традиции, прививают детям любовь к отечеству. В свободное от работы время Марьяна Иркенова больше бывает с детьми, уделяет им внимание. Часто выезжают на отдых, также и общаются за столом в кругу семьи. Каждый из детей планирует пойти по стопам родителей и стать работниками правоохранительных структур. Я стану полицейским или ОМОНовцем. Что ты хочешь пожелать маме? Долголетие, чтобы оставалось такой же красивой, а еще, чтобы она всегда была счастлива. Мы с мамой очень часто гуляем, отдыхаем, ездим в Архиз, на море. Ну что бы ты хотела пожелать маме? Я бы ей пожелала счастья, здоровья, чтобы она оставалась такой же прекрасной мамой, которой она и сейчас. Уметь сохранять гармонию в семье и прекрасно выполнять свои должностные обязанности. Именно это и является секретом успеха каждой счастливой женщины, отмечает Марьяна. И сегодня, в преддверии Дня матери, она поздравила всех женщин с этим теплым праздником. Какие бы сложности ни возникали, как бы день ни прошел, прихожу с работы, я вот обнимаю детей и понимаю, что вот оно и счастье. Всем крепкого здоровья, всем женщинам, мамам, терпения, чтобы его хватало на наших детей, на не всегда послушных, может быть, где-то. Вот. Счастья, женского счастья. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Хотелось бы пожелать всем матерям женского счастья, радости, домашнего уюта. А вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Какой будет погода на выходные, узнаем прямо сейчас. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Сегодня в Архызе открывается горнолыжный сезон, а в Донбайе он стартовал днем раньше. В курортный живописный уголок постепенно съезжаются туристы со всей России, чтобы отдохнуть, покататься со склонов и просто полюбоваться пейзажами. Насколько Донбай готов принять поток туристов и что нового их ждет в этом сезоне, расскажет Алихан Липшоков. Новый горнолыжный сезон в курортном поселке Донбай официально открыт. Сейчас потихоньку сюда съезжаются туристы, чтобы отдохнуть и насладиться красотой этих сказочных склонов. Здесь созданы все условия для горнолыжного отдыха, отдыхающих пока не так много. Но тем не менее здесь есть на что посмотреть и прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Перед тем, как открыть новый сезон, были проведены технические проверки всех канатных дорог, а также созданы все условия для комфортного отдыха туристов. Проведена проверка канатных дорог, техническое состояние и полностью и внизу, и в муниципалитет полностью подготовлен, уборка, расчистка снега, уборка мусора. Мы готовы к принятию гостей. В этом году у нас будет открыта еще одна трасса, достроена горнолыжная трасса. Все гостиницы работают в штатном режиме с теми рекомендациями, которые дал Роспотребнадзор. Вот мы и на третьем склоне. Здесь можно не просто прокатиться, но и купить сувениры на память о Дамбайе. В зимний сезон пользуются особым спросом и особенно в период пандемии целебное вещество от кашля Балхам, которое изготовлено из малых хвойных деревьев, топленого сливочного масла и меда. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, напитками всякими для разогрева. Ну, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. С января месяца к концу декабря наплыв хороший. Народу очень много будет. Поэтому будет супер, шикарно. Горы – это страсть для любителей экстрима. Каждый год на этих снежных шапках сотни ценителей горнолыжного спорта оттачивают свое мастерство. Эти склоны манят нас, и поэтому мы каждый год приезжаем сюда, чтобы подышать кристально чистым воздухом и полюбоваться этими живописнейшими пейзажами, отмечают туристы. В Донбайе вообще великолепно, конечно. Красота неописуемая. Сочи не сравнить, сразу скажу. Погода местами вообще, то есть очень изменчивая. Но оно само по себе горы. Вчера прекрасно, позавчера была метель. Жутко, что вообще было склонов не видно. Катались на ощупь. Сегодня тоже великолепно. Так что езжайте все в Донбай. Все классно, все нравится. Мы уже сейчас на шестом уровне. Вернее, моя подружка туда поднялась. Мне холодно, я осталась. А так очень классно, все нравится. Не знаю, прям и погода, и люди очень классные, все такие гостеприимные. Так что довольны. Кухня, это вообще шикардозная. Мы попробовали хачаны. Естественно, карачаевский. Очень вкусно, все понравилось. Донбай открыт для всех, кто собирается провести свой активный отдых в краю сказочных и заснеженных гор. Алиханепшоков, Расул Берди. Вести Карачаева, Черкесия. Донбай. В Черкесии без денег можно одеться в норковую шубу и песцовую жилетку получить в подарок с меховой ярмарки Руслан Каркмазов. В Карачаево-Черкесии мороз и солнце – день чудесный. Но чтобы не покрыться инеем, надо покрыться норковой шубой. В Карачаево-Черкесию привезли ореховые и жемчужные норковые шубы. В центр предпринимателей приехала меховая ярмарка из Кирова. Снежка привезла новые модели шуб по очень симпатичной цене. Это шубы-трансформеры. Они сейчас в ассортименте в разных цветовых гаммах. Вот это шубка-трансформер цвет жемчуг. В рассрочку такая шубка для вас выйдет всего 3500 в месяц. Всего лишь? Да. Низ отстегивается, рукав отстегивается. У вас получается шуба средней длины и автоледи. И на зиму, и на весну. Да. Две шубки по цене одной. Жемчужная шуба на праздник, а ореховая на работу или учебу. Вот это новинка, да? Вот это новиночка, да. Это новая модель из новой коллекции. Цвет орех очень востребован на рынке меховом. Натуральный цвет, не крашеный. Вот, например, вот эту шубку в рассрочку можно приобрести. Платеж составит 2600 рублей. То есть 2600 рублей и шуба твоя? Да. 2600 в месяц шубку вы забираете сразу. При покупке в рассрочку. Норковую шубу вдвойне приносят счастье, если их можно забрать без денег и получить подарок. Шубы без денег – это означает рассрочка. Без первоначального взноса и без переплаты до трех лет. Нужен только паспорт. Вы приходите, выбираете шубку, приобретаете, получаете меховой жилет в подарок. Подарки для всех. Взял шубу, а радость на этом не заканчивается. Скажите, пожалуйста, меховой жилет всегда в подарок даете? Меховой жилет в подарок каждому покупателю, кто приобретает шубку в рассрочку. Шубы от 40 до 66 размеров ждут жительниц Карачаева Черкесии каждый день с 9 до 20 часов по 30 ноября в Доме предпринимателей в Черкесске. Все шубы с сертификатами качества. Руслан Куркмазов, Али Бустанов, Норковые вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!